У нас новый участник нашего подкаста, это Александра, выступала на Олимпийских играх в Рио. Мы с тобой уже поговорили о том, что ты была в Лос-Анджелесе полгода. Да, в Лос-Анджелесе полгода, в Сиэтле была, тоже Америка, естественно, и в Лондоне полгода. На сколько ты зарабатывала? Миллион! Миллион! Вот, это меня тронуло, потому что я думаю, блин, у детей, которые в России, в странах, даже в Европе, ну нет возможности. Хотите найти себя, питайтесь в песок, все, все просто, что тяжелого? Мы живем в хорошей стране, мы живем в хорошем городе. Давай еще раз, разомнемся давай. Скажи мне, который знаешь. Бык, тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба была тупа. Бык, тупогуб, тупогубенький бычок, чикапык. Давай еще раз. Бык, тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба была тупа. Бык, тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба была тупа. Бык, тупогуб... Просто во втором слове выбираешь. Бык, тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба была тупа. А еще же есть другие, да, какие-то? Я знаю... Знаешь, какую? Давно уже не произносил, надеюсь, вспомню. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цар. Ну это говно какое-то. Ну давай, быстро. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за греку, грека цар. Ну почти. Ну, даром надо в этих деталях разбираться, их отношения. Или как вот это Карл украл и украл КАЛАКОПЕТЕ! Нет, это мне вообще не давало. Кстати, я когда учился в актерской школе... И такое было? Вообще-то да, я расскажу историю, что я поступил сначала в Академию спорта и туризма в Республике Казахстан. И поступил, все, неделя осталась до начала учебы. Неделя! То есть вот уже все, 1 сентября мы идем. И я хожу с мыслями, что я не хочу там учиться. Понимаешь, типа я не хочу там учиться, я не хочу там учиться, я не хочу там учиться. И, короче, в итоге забрал документы и пошел в школу актерского мастерства. Вот, и проучился там где-то полгода. И закончил, 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 все в порядке, я закончил. За 6 месяцев? Ну, это курсы же просто. То есть, и это же не прям. И как сейчас ты там ходил на занятия? Сколько это? Там занятия 3 раза в неделю. Были с 7 часов вечера до 10-40 что ли. Что-то такое, там с кофе-брейком на 20 минут. Ну, очень, очень классно было. Я, короче, я вообще всем, вот теперь я всем советую идти на актерские курсы. Это... Даже мне? Уныние? Всем. Все абсолютно. Покажи уныние. Короче, всем абсолютно советую, потому что... Уныние это так? Это нет, это какой-то... Покажи ты уныние. Я не знаю, я даже не знаю, как выглядит уныние, потому что у меня в жизни все хорошо. Хорошо, ты же актер, ты же научили играть. Подожди, стой, я тебе объяснить хочу, что... Почему я советую, типа, идти на актерские курсы? Не то, что ты будешь актером, прям, типа, офф, слитый, плевать. Мне, например, ничего в плане сценическом курсы вообще не дали. То есть я не стал уверенно себя чувствовать на сцене, и без этого там... Мне очень нравилось, я не переживал, было плевать. Но там работа была над собой, и, типа, ты работаешь с внутренним своим состоянием. И вот там я понял, чем я хочу заниматься, понимаешь? Типа, я твердо решил, что вот стендап это мое. Вот я прям пришел к этому. Типа, все, нету. У меня до этого, типа, были мысли, что я хочу стендапом заниматься, я хочу стендапом заниматься. Что-то пробовал, начинал, и не до конца, знаешь, окунался, типа, такой, оба, и обратно, и обратно. А потом вот там, по истечению этого тренинга, я, короче, понял это языкой все. Это поэтому ты их всем советуешь? Да, потому что, ну, я как... Именно на курсах актерского мастерства тебе приходит понимание, кем ты хочешь стать. Не важно, ну, не факт, что тебе это придет, именно это, то, что мне пришло. Возможно, что-то другое, возможно, ты просто какие-то раскрепощения, ну, какие-то сжимы себя снимешь, понимаешь? Вот, в этом, в этом все суть. И там, я, короче, понял, что я хочу поступить в театральное, потому что это, ну, вот метод обучения, который там, ни на что не похож, нигде, никогда ты такого не увидишь. И это охерена. Ну, вот я поступлю в школу, как же она называется? Седокова. Вот. Актерская школа Седокова, она в Москве есть. Там полгода обучения, и каждый день, 5-2, с 6 до 11. На профессиональный курс, типа. Ты хочешь поступить? Да, я хочу поступить. А сработать? Ну, вот, когда... Сумею, типа, убрать работу на второй план, и мне можно будет как-то это вставить. Вот, мне нужно вызвать этот момент, понимаешь? Потому что я даже смотрел универ, типа, с заочной формой обучения. Там по миллиону в год надо платить. Вот такой... Миллион? Миллион. Миллион! Спасибо. Не надо. Ты думаешь, ты не приобретешь с ней знаний? Нет, я не приобретю миллион. Вот, в этом вся проблема. Я бы пошел, был бы мне миллион, я бы пошел прямо сейчас. Прям сейчас бы пошел учиться. А так... Я такой, пойду на курсы. Ну, плюс я пообщался с теми, кто закончил театральный, и они говорят, что не обязательно заканчивать театральный, чтобы понять всю эту структуру. Тебе есть курсы сейчас. Ты можешь на курсах хороших прокачаться в этом плане. Все зависит от тебя, кажется, инструменты дадут. Я, например, сейчас Чехова уже читаю, техника актера. И некоторые вещи для себя открывают по-новому. Перед выступлением у меня иногда бывает, как будто мышцы, вот здесь все сводит, и я не могу в полной груди вдохнуть. И там он описывает, как это снимать полностью. То есть, ты настраиваешься перед выступлением, уходишь. Своя энергетика с нашим разом. Упражнение какое-нибудь покажешь, расскажешь? Да, там все на ментальном уровне, короче. Ты должен лечь на пол, просто руки вдоль корпуса, и представляешь, что ты должен, ты лежишь на песке, и ты должен своим телом оставить самый точный трафарет, который возможен. Чтобы ты прям влился в то пространство, на котором лежишь, понимаешь, прям максимально расслабился. Ну, как грубо говоря, ты вода, которую в стакан налили, потом разлили на песок или такой в песок впитался. Ты должен впитаться в песок. Все, пришли к этому. Хотите найти себя, впитайтесь в песок. Все, все просто, блядь, что тяжелого. Если нет песка, то в наполнитель... Есть грунт, есть палац. Наполнитель для домашних животных я хотел сказать. В общем, надо во что-то впитаться. Будь водой, друг мой. Как вода. Это же Брюслик говорил. Да. А тебе не кажется, что Брюслик переоценил? Ну, я бы ему навтыкал. Ну, я... Это очень просто говорить, когда я... Ну, его нету. Во-вторых, я посмотрел фильм его. Ну. Ты кого наебать пытаешься? Это что такое? Ну, что это? А ему бы навтыкали. Серьезно, навтыкали бы. Ну, я думаю, наверное, на тот момент он был прям... Ну, великий. Да. Ну, вот, типа, сейчас ты такой смотришь. Ну, ты его с кем сравнишь? С Хабибом или с Конором? Ну, вот, например, даже если с Хабибом. Хабиб там в ноги поскочит и все. Там все кайфуют с того, что он, типа, взял научаки, да, и играл ими пинг-пинг-пинг. И все-таки, вау, как круто. Что круто, есть ракетки для этого. Ты можешь просто спокойно ракетками играть. Ладно бы все до этого научаками играли бы. А он бы пришел, только ползну и ракетку придумал. Это было бы вау. Это вот, что-то такое. Ну, понятно, типа, развивает это, ну, это ловкость владения этим оружием. Ну, и как оружие, но у человека херня какая-то. Не кажется? Что это говно. Даже в черепашках ниндзя у кого-то у дебилов, в майке, который бегает. Пицца, пицца! Слушай, ну, этот... А возможно, я просто не знаю, до чего так копаться. Я такой, Брюс Ли, он же мне ничего не сделает. Я смотрел сериал у него. Заряжающий такой сериал очень сильно. Сериал? Где-то там серии 30, наверное. По России, да, по-кому? Я скачивал на каком-то сайте. Там про его жизнь, как он вставал каждый день. Он помогал там рыбу продавать, помогал в школе всем. С другой стороны, да, я, может, очень сильно не прав, потому что он как раз-таки тот человек, который начал единоборство развивать в том плане, что он говорил, что нет конкретного стиля. Вот, вот, нужно плавать. Вот этот удар с одного дюйма, кому он нахрен нужен? Где я его в метро буду использовать? Зачем тебе использование всего удар? Ну да, по идее. Ты для чего постигаешься? Дзы. А, как дзен? Тебе твои тренеры учили пользоваться всеми? Что они говорили? Расскажи. Я же тренировался в Казахстане. Там на первой тренировке говорили, пацаны, придется ебашиться. Я не знаю, когда. Домашнее задание после школы пошел, помогал, да? Будете драться. На всякий случай нож возьмите, бокс не поможет. У нас новый участник нашего подкаста – это Александра. Она работает с детками и занимается художественной гимнастикой. У нее очень интересное прошлое, в том плане, что она выступала на Олимпийских играх в Рио за Украину, правильно? Да-да. Вот. И еще, я прочитал в Инстаграме, еще на чемпионате Европы. Да, образовый призер чемпионата Европы. По художественной гимнастике, да, надо напомнить. По художественной гимнастике, да. Поэтому, я думаю, что сейчас будет интересно послушать тоже какие-нибудь ее рассказы. Скажи, где ты еще, скажи, расскажи, где ты еще была и где тренировала. Мы с тобой уже поговорили о том, что ты была в Лос-Анджелесе полгода. Да, в Лос-Анджелесе полгода, в Сиэтле была, тоже Америка, естественно, и в Лондоне полгода. Если говорить о том, что мне там больше всего, не знаю, запомнилось, ну, везде по-разному, потому что в Лондоне как-то больше архитектуры, это все. А если Сиэтл вроде такой, как-то скучный штат на первое время, но как-то в дальнейшем он, наоборот, очень классный. Наверное, все зависит от того, где ты и с кем находишься. А у тебя было время гулять, посещать какие-то места? Да, в Лос-Анджелесе хоть я и работала 8 часов каждый день, но там были спортсмены, конкретно с кем я дружила, и мы заезжали или там на пляжи, океаны, рестораны, всякие местечки, я не знаю, музеи, просто что расстояние очень такое. Там очень классно. Все эти музеи, универс, аттракционы, сикс-флекс, что там еще есть? Да клево, в Лос-Анджелесе постоянно. В Нью-Йорке все то же самое. А жили вы как там? Жили мы сначала в гостинице, гостиница хорошая, бассейна, где-то мы жили там так месяц. А потом уже в танг-хаусе, танг-хаус трехэтажный был, там уже бассейна не было, но там была зона для барбекю, то есть как бы, ну, так, неплохо. Там группа их с тренером была? Там было три человека, то есть в нашем распоряжении, вот конкретно у каждого свой этаж, вот со всеми удобствами, естественно, рядом магазины были, потому что обычно в Лос-Анджелесе так, что вот дом-дом-дом, и до магазина, я не знаю, просто надо на машине ехать. Там было все нормально, так что мы могли спокойно идти. Ну, до океана, естественно, надо было ехать, и до центра минут 30, наверное, если мы возьмем вот конкретно аллею звезд в Голливуде. Вот. Так что так. В Лос-Анджелесе... В свободные условия, там постоянно жарко, да? За месяц в Лос-Анджелесе я помню, что ни разу не было дождя, была просто температура какая-то невыносимая, но это был июнь или июль, жара градусов, ну вот до 40 точно доходила, и только один раз, один раз в месяц был дождь. Мы просто уже все радовались, потому что пошел дождь. И то есть там так, вот один день как-то мы работали с детьми, ну, как бы это как полвыходной был на океане, и, ну, вот я сейчас так сижу в футболочке, в леггинсах, я как раз туда также приехала, это было просто 11 утра, и туман. Ну, естественно, мы как бы никто не подготовился, никто ничего не намазал себе никакими кремами, вечером просто приезжаем, вот кожа красная и кожа белая, это реально так было, и я не знаю, как бы испробовала алоэ, вот эти вот все крема, и... Ну, просто нам сказали, ребят, мы просто забыли, что это Лос-Анджелес, и что, как бы, если вы... Ты ничем не намазалась, не намазалась? Я ничем не намазалась, но там какое-то такое солнце именно, что даже те, кто, ну, слегка как бы загоревший, все равно надо мазаться кремами, потому что у меня даже есть фотография, это просто реально красный кусок и белый кусок, и... ну, вот так вот проходило. Ну, потом постепенно загорелась, ты адаптировалась, и нормально было? Ну, под конец, под конец, но это прошло две недели, я это еще в это время все работала, ну, просто даже не сходило, и это и на лице, это ужас был. Поэтому, ребята, готовьтесь к солнцу американскому. Потом соскучилась по дождям, по пасмурной погоде, по зиме? Я думала, что я соскучилась по как раз пасмурной погоде, полетела в Лондон, я такая, думаю, все так отлично. А ты из Лос-Анджелеса сразу... Нет, нет, из Лос-Анджелеса у меня еще был Сиэтл, ну, это штат такой поспокойнее, возле Канады. Там погодные условия были как в Москве, то есть как-то и климат такой, там рядом все равно сравнительно был океан, вода, ну, как бы, все там спокойно, нормально. И вот, приехав в Лондон, я как раз туда приехала зимой, и я за, наверное, на три месяца ни разу не увидела просто солнце какого-то. И мне все говорят, ты, наверное, так как-то странно попала, потому что я потом уехала домой, мне нужно было вернуться, и прилетела уже к июню. Июнь-июль, и уже была погода такая, тоже как в Москве, было солнечно, даже редко дожди, там просто в Лондоне очень тяжело зим, мне кажется, перемести, потому что влажно... А какая там зима? Как она, например, там снежная, есть снег? Когда снег, там просто у всего города пробки, никто не работает, пробки какие, что, я не знаю, у них там на весь город, наверное, снегоуборочных машин, наверное, два десятка, я правду говорю. Потому что, когда температура на градуснике была, там, ноль, плюс один, или минус один, это какой-то коллапс прям в Лондоне. И когда там, ну, там слегка так снежок был, я такая думаю, понятно, сегодня выходной, и завтра будет выходной, школы все закрыты. То есть, когда снег, школы закрываются, да? Они к этому как бы не приспособлены, для них кажется, что это вообще, ну, как бы, как это? Хотя, когда ноль градусов, я видела детей, которые тоже в Лебенцах в футболках ходят, они как-то, наверное, закалят, я не знаю. Сколько раз был снег за все время? За всю зиму? Ну, он даже лежал. Все время лежал? Три недели был снег точно. Ну, по-разному, опять же, говорили, что прошлой зимой не было снега, и это же в каких уголках, в каких районах, так же, как у нас, Москва. Вот, в принципе, но просто я в ноль градусов одевалась, я не знаю, как на север какой-то, потому что воздух какой-то, ну, естественно, воздух влажный, но он еще нереально холодный. Просто нереально холодный. Мне казалось, что в Москве при минус 25 намного приятнее, чем в Лондоне. Это был ужас с этой погодой. Летом, летом лежать в Лондон. Как раз скидки... А ты была летом? Да, я как раз была летом на свой день рождения как раз там скидки к концу июня, в начале июля, потому что так там очень дорого. Вот где я только не была, в Америке все здорово, еще можно там что-то себе купить, какую-то и брендовую одежду и по скидкам, и, в принципе, даже так нормально. В Лондоне для меня казалось, что нечего купить, вот в плане одежды. Ну, девушки меня поймут. Вот, и только когда были вот эти вот скидки, это как раз там один раз зимой и один раз летом. Тогда я могла только что-то себе купить, потому что мне казалось, что это нереально дорого и выбора вообще никакого. Ну, потому что у них там рынки свои, у Великобритании и в Америке все равно разные марки одежды. А как, кстати, у тебя было с деньгами? Сколько ты зарабатывала и хватало? Сама ты жилье обеспечиваешь? Нет, нет, меня конкретно, когда в Америке, там, ну как, это официально все тебя приглашают, тебе все оплачивают, ты получаешь, как бы, заработок на поле. Тебя пригласили, потому что ты была в национальной сборной? Да, да, но меня пригласили, ну, как звезду, можно сказать, на мастер-классы и потренировать. То есть, как бы, меня уже знали, собственно, и как-то, какая-то договоренность уже существовала. Вот, то в Америке, в Лондон, я приехала чисто для себя и хотела, как бы, выучить лучше английский язык, хотя его... Тебя никто не приглашал, ты сама проявила наносить эту тему? Ну, нет, нет, у меня много, получается, ну как, по спорту, наверное, в каждой стране и так сложилось, что просто тренер, которая работала в Питере, она сказала, Саша, я сейчас в Лондоне, хочешь, как бы, приезжай. То есть, там, можно сказать, я даже особо и не работала, я сама реально снимала себе даже не дом, а в доме комнату. Ну, мне просто очень повезло, я сначала жила у русских в квартире, но было очень тяжело, потому что там все квартиры очень маленькие по площади. То есть, я как... В принципе, в Лондоне, везде? Там каждый квадратный метр, он очень дорогой, и поэтому все очень так, я не знаю, ну, вот в Москве квартиры, я считаю, еще какие-то такие пообширнее, а я туда прилетела в Лондон после Америки, а в Америке, ну, естественно, дома, и как-то, и территория, и все, и в Лондоне вот так все скомкано вообще как бы... и я там... У тебя там в комнате в твоей как место было? Кровать? Кухня? Как там, туалет? После Олимпиады рассказываю. Ну, вот это вот... Я здесь сделала на мастер-классы, все остальное, и как бы... Я думаю, ну, дальше как-то меня ждет обычная жизнь, как у всех людей. Думаю, как-то надо спуститься вообще с небес на землю. И я понимала, что мне в Лондоне будет тяжело. как бы все все мои друзья, кто знал, что я поеду в Лондон, все понимали, что ну как бы это не для меня, что мне было очень тяжело, что просто я вот взяла милет и полетела туда. То есть как бы я понимала, что я там могу подрабатывать. И то как бы... Ну, как подрабатывать? Ну, просто приходила там к детям пару часов. То есть у меня было свободное время, и я там ходила на курсы по английскому языку. То есть я не могу сказать, что я там работала. Я просто туда приехала, чтобы выучить английский язык, и у меня было много свободного времени вот я столкнулась с проблемой жилья что те условия которые как бы я была приглашена мне не очень понравились потому что я зашла хотя в общежитии особо никогда не жила ну я думаю была такая комната квадратов 10 может 8 может 7 потому что я зашла увидела только койко место пару шкафчиков и все я села сказал условия хорошего спасибо все хорошо это это даже конечно было не гостиница вот как сейчас хостел ну вот хостел на одного человека я не знаю какой-то как каморки и вот я там прожила на всю зиму я думаю все вот летом при этом нужно что-то менять сама спокойно нашла по объявлениям там есть какие-то сайты дом в котором как бы один этаж свободе я посмотрела где-то наверное какой-то лохотрон может у тебя что-то нужно вот зашла посмотрела нормальные люди значит они англичане семья и довольно состоятельная семья и я думаю может они как бы шутят что что это такое и они мне говорят нет 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 александра все нормально вот в вашем распоряжении 2 этаж дали мне ключ была шикарная кровать там размера king size очень круто гостиничный номер для чего дополнительно заработать я поняла что в лондоне часто да они как раз дают у них маленький ребенок он бизнесмен ирина она там все равно кем-то она работала так видно как фрилансер потому что маленький ребенок шикарная там то ли бмв то ли мерседес шикарный дом как бы с такой верандой я подумала что надо нам какого-то ждать подвоха потому что я же не знаю что и как мы как бы и цена просьба там нормально цена в месяц пятьсот пятьдесят где-то в месяц и все и залог не надо естественно еще вот и меня как бы никто не трогал 550 это где-то в районе 40 тысяч рублей не ориентируйся не ориентируйся но в америке чтобы тоже комнату то что там квартиру нереально снять что в лондоне это надо троем с кем-то и тебе там особо там все равно надо с разрешением чтобы кто-то на себя там взял вот если ты хочешь снять допустим как у нас москве сити там тоже есть такие районы очень новые и какую-то студию квартиру там стремятся двумя девочками даже все равно какой-то попечитель должен быть то есть это просто особо не сдаст какая цель твоего приезда если я просто приехала как турист естественно это вообще незаконно мне никто не сдаст вот если ты на учебе это разные там уже типы виз ты им предоставила какие-то документы естественно естественно они интересовались вообще кто я что я и как и я интересовалась кто они что и как потому что это все время когда сдается как два дурака вообще ну сможет девушка оплачивать или нет а я думаю вот сейчас оставлю я там ноутбук там деньги и так далее скажут здесь не живешь на свидании в итоге все нормально все нормально ты далась где-то питание америка лондон великобритания я ненавижу это питание потому что раз на фастфуде все я макдональдс в принципе не и и макдональдс читается в америке самым наверно последним вообще что может быть но в плане того что там ну бамжи только хотят правда вот но заходишь в супермарки ты покупаешь слава богу мне много не надо самузи всякие или бутерброды сэндвичи салаты вот ну а то все такое ты вроде я вот вроде в америке питалась также как дома ну как бы там какие-то салатики какую-то курицу там если заходила все равно каким-то образом поправилась то есть и я думаю вот это вот все там что говорят там ты поешь в америку как все говорят там такое питание там невозможно не поправиться и я стала на весы такая плюс 4 хотя я я не так что прям не знаю себя в себя все что можно я очень нормально как ты себя чувствовал потом питание болела не болела энергии как так как-то по энергии не знаю но там и никакое питание чтобы там неплохо питаться нужно на порядок больше зарабатывать нужно точно так же как в москве хочешь ешь в ресторанах это все также будет там ты столько путь я уверена вот люди ну все готовят все равно по питанию все так же если кто-то думает что там дороже здесь дешевле нет все совершенно одинаково все зависит насколько ты зарабатываешь и сколько тебе там на это хватит кому-то там только на одежду примеру да я к примеру питанию вообще никак не отношусь как бы что-то там смузи какой-то выпила и нормально то есть для меня там одежда какая-то или куда-то сходить там на какой-то мюзик кстати музеи в лондоне бесплатные это огромный плюс потому что в смысле вообще все музеи и в любой день ну там не любой день там какой-то отдельный то есть если в америке они там стоят 25 долларов и так далее планы не бесплатно поэтому я там по музеям находилась ну где-то были платные может быть какие-то отдельные коллекции там еще там такое что еще интересно вам обязательно надо сходить в лондоне на какой-то из мюзиклов потому что у них как раз для каждого мюзикла как у нас театр отдельное здание вот реально и я думаю что там аладдин или еще ну в общем что все проходит в одном здании вот как у нас такое бывает что вот там приезжают и конкретно даже если в крокус сити холли все проходит там конкретно свои актеры для каждого театра мюзика это очень интересно и я когда пошла на аладдина ну чем меня можно удивить как бы вроде бы была у меня просто слезы на глазах потому что я не понимала как у них там это все происходит но мне говорили ну посмотрите я понравился костюм этом все красиво там поют они но когда там ковер самолет просто я не знаю каким-то образом передвигался и на нас и вперед назад и я думаю и такая мелочь меня это просто надо видеть это вот если там посмотришь на видео кстати там как бы нельзя снимать вот только надо вживую посмотреть вот это прям меня трону потому что думаю блин вот детей которые в россии там вот странах там да скажем так даже европы но нет возможности такое посмотреть а в америке великобритании вот как конкретно в лондоне потому что там дальше города особо то тоже не развиваются некоторые промышленные города потому что я не только в лондоне была на соревнованиях еще была в разных городах вообще не впечатлили в европе конкретно великобритании но если сравнивать допустим россию америку британию качество жизни вообще ты хоть нигде бы хотела жить уровень жизни естественно выше великобритании это чувствуется в америке ну как страна свободно это кто как кто как принципе вот я живу в москве потому что мне в москве нравится я бы уже у меня была возможность я помогла спокойно приехать в америку но если сравнивать где америка великобритании или москва великобритания точно там нужно очень это все-таки европа свои правила там как бы все живут очень экономно в америке можно жить спокойно нормально особенно спортсменам потому что у тебя уже есть работа гражданство тоже впоследствии спортсменам которые с фигалины скажем так это green card им легче это все получить и там легче делать свой бизнес в этом плане все сравнения с москвой потому что как раз там топ-менеджер но топ-менеджер в америке это владелец своей компании или там вот как у нас генеральный директор вот и он я не знаю ну его папа то есть это наверное лет сорок назад жил в москве был боксером а сергей он вырос в америке и то есть как бы у него такое воспитание уже американский и он говорит слушай но у вас там только в москве медведи типа там я говорю о чем я вообще спокойно приеду в москву устрою свой бизнес и мы говорим нет это просто это не сделать как я не сделаю вы посмотрите я у меня здесь клави компании нет сергей вы не понимаете здесь вообще все по-другому здесь говорю конкретно надо вот именно тоже ну как говорят где родился там ты уже все понимаешь также и в америки то есть когда ты приехал там на неделю на две как бы как туре а когда ты там уже я вот хотела именно так лондон хотя бы приехать чтобы я уже понимал чтобы я общалась конкретно с англичанами потому что везде свои законы их так много и правил что вот только когда ты там будешь внедряться в это все это все поймешь а за две недели когда ты погуляешь ну погулял и все вот поэтому как бы прикольно очень много тонкостей хитростей но ты говоришь а британцы они экономные то есть это как раз и отражается в том что они там стали комнаты задавать несмотря на то что у них есть бмв уже хорошее меня это очень удивило то есть они на мелочах все равно стараются деньги зарабатывать да не терять ничего в плане ритма жизни и в плане того насколько они работают и насколько они умеют отдыхать отдыхать умею потому что что в америке что великобритании вот они не работают как скажем как я сейчас до 7 дней в неделю и я так себя комфортно чувствую ну то есть как бы я все равно у меня там есть вечер грубо говоря но все равно я нахожу время там жизни размерен и вот это именно особо не понравилось конкретно лос-анджелес сиэтл ну и в лондоне если мы возьмем основную массу да не те там кто дизайнеры или знаменитости у тех конечно ритм жизни как всегда все дела бизнесмены а все остальные особо не парятся поработали там и и не восемь часов то есть мне кажется работают в основном часов 5-6 и выходные очень много праздников банк и так далее ну я я думала что отдыхают как-то у нас больше господи у нас постоянно праздники нет там тоже отдыхают в америке тоже такая свободная страна что там кто как ну просто есть вот иногда у нас какие-то выходные дни ты все равно делаешь свои дела что магазина хотя бы открыт в америке я не помню в общем когда-то суббота воскресенье то ли суббота то ли воскресенье вот выходные в общем то все закрыты и я думаю я не успела купить продукты куда мне заходить там там да я не помню какой день то ли суббота то ли воскресенье конкретно про лондоне да и закрываются там магазины там некоторые в шесть закрываются некоторые 8 9 что тебе реально вот встать пойти купить это не так что ты проснулся такое воскресенье дай я скажу магазин 24 часа таких продуктов не можно найти надо тогда прям ехать на заправку заправки но там дороже даче наверно дороже да ну вот свет я жила у меня была там рядом старбакс еще какая-то там бургерная и заправка я понимала что у меня заправка всегда я не тратила два раза больше но она меня выручала спасибо тебе большое очень интересно надеюсь вот так вот сложилось что вторую половину подкаста мы провели с александрой слава нас покинул но я думаю что было очень интересно послушать про ее опыт жизни в лос-анджелесе лондоне и в россии в итоге видите мы пришли к тому что в россии москве ей нравится больше у нее есть возможность жить в нью-йорке в америке есть возможность жить у нее и она все равно выбирает москву поэтому мы живем в хорошей стране мы живем хорошем городе цените это тоже и наслаждайтесь жизнью не нужно говорить что не нужно думать что там везде где-то лучше а у нас плохо у нас здесь тоже хорошо главное пользоваться этой жизнью главное осмотреть на все позитивно и главное заниматься своим любимым делом работать и отдыхать все всем спасибо подписывайтесь ждите наши новые выпуски комментируйте и ставьте лайки пальцы вверх